ДТП Подробности жуткого ДТП на проспекте Вахитова и сильнейшие руки по Волжье в Нижнекамске. В прямом эфире выпуск новостей НТР в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Продолжение следует. Чуть позже стало известно, что мужчина, которого сбили молодые люди, умер в карете скорой помощи. Как избежать подобных трагедий о других автомобильных авариях, о водителях-новичках и секретах общения с сотрудниками ГИБДД? Об этом говорили в программе «Тема дня». Гостем студии стал начальник Нижнекамского ГИБДД Александр Крайнов. Зашла речь и о самих сотрудниках госавтоинспекции. Ведь бывает, что участники дорожного движения недовольны их работой. Программа «Тема дня» выйдет в эфир уже завтра в 17.35. Не пропустите. Повтор в субботу в 9.15 утра. Да, тоже очень много делов. Два месяца заключения под стражу. Такую меру пресечения сегодня избрал суд в отношении 35-летнего нижнекамца, который устроил поножовщину в баре. Напомню, история произошла несколько дней назад после конфликта в питейном заведении. Трое парней из одной компании начали сбивать двух молодых людей. Получив несколько ударов, один из них не выдержал и достал нож. В результате драки трех пациентов на скорой помощи доставили в больницу и сразу же прооперировали. По этому делу уже возбуждено уголовное дело. Впереди долгий процесс судебных разбирательств. Борьба за Россию. В Нижнекамске стартовали чемпионаты первенства ПФО по армрестлингу. Около 10 лет наш город ждал этого события. Отрадно, что столь престижные соревнования состоялись в юбилейный для Нижнекамска год. В спортивном зале «Ерыж» было не протолкнуться. Сильнейшие армрестлеры, это около 400 борцов, оспаривали право получить путевку на чемпионат России. И представительство более чем солидное, потому и конкуренция у столов была нешуточной. Об итогах расскажем в 18.30. В 18.30 в эфир выйдет итоговый выпуск новостей. Вот одна из его главных тем. Безопасные игрушки. Все швы были очень прочные. И гранулы, которые находятся внутри игрушки, чтобы они не выпадали. На что прежде всего необходимо обратить внимание при покупке детских товаров. Если вы все же приобрели некачественную игрушку, вашу жалобу в письменном или электронном виде рассмотрят. И куда обратиться, если обнаружили брак? Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся уже через полтора часа. Субтитры создавал DimaTorzok